Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем путешествовать вместе с вами и шеф-поваром Золотой Балки Николаем Черновым. Конитиуа! Какую страну сегодня мы выбрали? Японию! Да, а точнее японская кухня будет за вашим столом. Сегодня не совсем получится сходить в японские рестораны. Мы предлагаем вам приготовить дома рисовую лапшу с морепродуктами. Итак, Макс, нам понадобятся овощи. Я тебя попрошу помочь мне с овощами, с пекинской капустой, болгарский перец и морковкой. Так, все это я должен нарезать соломкой, чтобы это легко перемешалось с рисовой лапшой, которую мы уже отварили в течение пяти минут в подсольной воде. Начинаем работать? Да. У меня подготовленный зачищенный имбирь. Японская кухня, вся азиатская славится имбирем. Его я нарезаю в мелкую-мелкую крошку. Так, имбирь, по-моему, можно купить сейчас где угодно, да, по-моему, даже в супермаркете продается. Все верно. Абсолютно свободно, спокойно можно его приобрести. Да, на него сейчас такой спрос. Это очень полезный, полезный овощ. Также вместе с имбирем я обжарю один зубчик чеснока. Еще есть такой лайфхак, как быстро нарезать чеснок в крошку. Надо смачно по нему ударить. Продемонстрирую. Давай. Смотри, и он уже практически уже... Просит, просит. Его уже даже резать не надо. Вот. Если кто-то хочет быстро его нарезать... Приготовить пюре из чеснока. Да. Просто нужно один раз ударить. И еще у нас свежие морепродукты. Чистое филе медий, кальмар и тигровые креветки. Итак, ну что, я тогда начинаю жарить? Да, жарить, парить. Все, я вижу, у тебя все подготовлено, да. И жарить мы будем рисовую лапшу на сковородке ВОК. Но если у кого нету сковородки ВОК, можно приготовить на любой другой. Главное, ее хорошо-хорошо разогреть, чтобы не прилипла рисовая отварная лапша. Главное, с удовольствием приготовить. Все верно, да. Да, я нарезал овощи. Красавчик, тогда я приступаю жарить. Давай. Сначала я жарю чеснок, имбирь. Сразу же туда разбиваем одно куриное яйцо. Все, это немного поджарили. Все, Макс, ну и пора уже твои овощи закинуть. Передарю. О, спасибо. Круто, быстро нарезал. Обжаривать. Аромат чеснока и имбиря. И главное, за что я люблю ВОК, то, что к нему никогда ничего не прилипает. Не важно, сырой это продукт или отварной. Но главное, чтобы не сгорело. Теперь я добавляю морепродукты. Тигровые креветки. Если нет тигровых, можно любые другие маленькие. Чистое филе мидий. И продолжаю все это обжаривать. Осталось буквально минута обжарить морепродуктом с овощами. И я добавляю соус унаги. Добавляю соус унаги. Уже готовый, купленный в магазине. Соус унаги и терияки можно найти в любом супермаркете. В соус добавляю заранее отваренную лапшу в течение пяти минут в подсоленной воде. Буквально все перемешиваю, прогреваю в соусе в течение минуты. И наше блюдо готово. Какой сразу аромат поджаренный. Унаги всегда используют именно с морепродуктами. Если терияки предпочитают более к мясу подавать, к свинине, говядине, курице, то унаги, который часто готовят с угрём. А у нас, так как сегодня используется морепродукт, и я решил добавить соус унаги. И безумно вкусный аромат. Все, надо тарелку, все готово. Очень быстрое блюдо. Очень люблю сковородку вог. Можно подкидывать как от себя, так на себя. Все готово. Готово? Да. Давай сервировать. Макс, ну я тебе тем временем осталось нам сейчас добавить перья из свежего зелёного лука. Да. Китайцы любят, когда он нарезан покрупнее, японцы тоже. И в самом конце мы посыпем кунжут. Итак, всё готово. Я закончил с луком. Давай немного сюда зелёного лука перемешаем, чтобы он тут поджарился. Так. Достаточно. А, остальные мы украсим. Так, хорошо. Так, всё, я выкладываю готовую рисовую лапшу с морепродуктами в соусе унаги. Ах, какие креветки. Ароматы Японии. Ароматы Японии, тигровые, мидии, кальмары. Ну, для дома это просто сказка такая, лапша. Ресторан дома. Ресторан дома. Осталось посыпать смесью кунжута. Два вида, белый и чёрный. Всё очень просто. Да? Я пошёл за ложкой. Давай. Готовое блюдо. В принципе, всё очень просто. Любая домохозяйка сможет это приготовить у себя дома. Всё верно. Я тоже смогу. Очень быстро готовится, вкусно, полезно. Ароматы. Ароматы. Морепродукты. А к этому блюду отлично подойдёт забываем шардоне с ароматами ананаса, персика, лемонграсса и долгим освежающим послевкусием. Рекомендую. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова